здравствуйте дорогие друзья для того чтобы успешно носить в городе нож викинг нордвей про анубис нужно по себе еще иметь хотя бы вот такой вот нож викторинокс ну что ж друзья это проект по кругу на вашем экране баннер со ссылочками на дружеской мне каналы переходите смотрите подписывайтесь подписывайтесь на мой канал добавлять друзья вконтакте сегодня мы пообзорим этот нож также зайдем на сайт викинг нордвей в общем то посмотрим что там у нас есть интересного ну и давайте для начала по клиночку толщина по обуху два с половиной миллиметра длина клинка 90 миллиметров сведен клинок достаточно тоненько в 0 5 миллиметров в общем-то спуске поймы от одной четверти имеется вот такой вот декоративный долг декоративное фальшлезвие покрытие у нас галтовка или как она еще называется стон ложь в целом клинок этого ножа мне нравится сделан как такой себе язачок обух достаточно тоненький длина клинка в принципе позволяет большинство каких-то работ в городе выполнять успешно и и вполне хватает в общем то ну и мне в целом геометрия этого клинка пришлось по душе также здесь имеется вот такая вот дулечка ну и на мой взгляд это тоже плюс так как она заточку в целом облегчает надписи на клинке здесь у нас собственно говоря логотип фирмы название ножа маркировка модели здесь g10 хэндл то что рукоять из же 10 изготовлена маркировка стали аус 8 твердость по року 56 58 единиц в целом клинок мне нравится в общем то такая форма у него достаточно интересная но не слишком вычурная кстати один из моих друзей такой точно нож кастомизировал я добавлю несколько фотографий сейчас ну кому интересно посмотрите так ну что ж друзья продолжаем наш обзор рукоять у нас собственно говоря накладочка из же 10 текстура битый камень здесь нас накладки нету так как замок у нас фрейм лог нож собран на трех баночках плюс одна упорная плюс осевой винт в принципе здесь у нас тоже такой стон лошек достаточно аккуратно клипса в целом достаточно глубокая посадка но вот эти винты мешают полностью и на карман джинсов посадить мои друзья уже показывали это здесь у нас есть стоппер осевой винт имеет про есть под шлиц под обычные вы знаете вот эргономика рукояти удобная прямо насечка здесь такая не агрессивная здесь ограничитель под пальцевая выемка удобно такая немного пистолетная изогнутая рукоять вот таким вот хватом фехтовален достаточно удобно в руке сидит мне прям нравится каким-то таким кухонным но в принципе тоже все нормально мало точно уже чуть похуже давайте посмотрим обратным хватом тоже без проблем в общем то ну вот такой хват я думаю будет основной она прям в мою руку выложиться как летая в принципе здесь у нас также темлячное отверстие замочек у нас фреймлок имеет насечку клипса ну я думаю сама то длина ножа у нас в сложном состоянии составляет 126 миллиметров толщина рукояти 13 миллиметров вес ножа 158 грамм для сравнения но но шантайвер это один весит 141 грамм в принципе не думаю что будет как-то проблемно носить его в городе ну и в общем то давайте коротенько по недостаткам по каким-то технологическим вот видите опять же щели вот тут вот есть между лайнером и накладкой совершенно такой небольшой минус теперь давайте друзья попробую я со всей силы флипануть и в общем то сейчас не залип давайте еще раз попробую вот теперь лайнер у нас залипает короче лайнер сейчас у меня показать не получается в принципе не лайнер то есть фрейм ну в общем то иногда он залипает и невозможно его сдвинуть пальцем приходится доставать викторинокс вот так вот лайнер сдвигать и собственно нож складывать лайнер в принципе заходит у нас полностью на пяту клинка заходит но я не думаю что это какая-то проблема клиночек у нас в принципе по центру еще один небольшой недостаток есть для которого для устранения которого нам понадобится носить викторинокс это то что осевой винт раскручивается со временем в принципе не так сильно как например на том же эзервисте с другой стороны можно просто купить фиксаторы избы ну и устранить этот недостаток у меня его нету так как ножи которую я использую в принципе не имеют таких недостатков но вот есть каким-то китайским ножами вы пользуетесь которые которых осевой раскручивается я думаю стоит фиксатор все-таки по и купить ну в общем то давайте из плюсов еще что мне вот друзья нравится что вот китайский вот этот вот нож что он не является какой-то репликой какой-то ножом по мотивам каким-то там антайвер это день спайдерки различные ну уже если честно действительно достали вполне возможно что каким-то ножом создатели его вдохновлялись вы знаете а так на вскидку даже не могу сказать каким ножом если кто-то в комментариях отпишется буду буду этому рад но тем не менее друзья ну хотя бы уже не где-то популярные модели спайдерка антайвер это один они берут для того чтобы собственно говоря вдохновляться уже хотя бы что-то новое что-то другое такое на мой взгляд это в принципе плюс также в целом конструкция ножа достаточно продуманная геометрия клинка резучая хоть и клинок такой красивый интересный но это не испортило его в принципе режущие свойства какие-то в общем-то нож флипует шайбу на статье фторопластовый в общем то ну видно что фторопласт в принципе но тем не менее друзья нож флипует и никаких люфтов при этом нету в общем механика в принципе нормальная геометрия клинка нормальная сделано как и зачет единственное что вот немного на какой-то плоской разделочной доске будет мешать полничок флипера ну да ладно ребята это беда всех флипера в принципе цена этого ножа на официальном сайте составляет тысяча триста восемьдесят рублей но там сайт немного неудобно сделан там модели идут в перемешку как компании викинг викинг нордвей про так и обычный викинг который совершенно бездарные ножи и также других компаний витязь нокс пп кизляр в общем немного неудобный сайт сделан также описание достаточно скудная там идет в описании общая длина место изготовления наименование компании производителя в принципе на этом описании заканчивается и одна фотография ну немного вот это плохо я считаю но в целом друзья за тысячу триста восемьдесят неплохой нож считайте цена как у ганза но в принципе мне вот такой вот нож уже даже нравится посмотрим что у нас сталь покажет на тестах ребят но в целом в принципе нож получился неплохой компании викинг нордвей в общем то в принципе мне нравится плюсов на мой взгляд больше чем каких-то минусов ну и модель достаточно продуманная в общем то каких-то серьезных просчетов нету ну и каких-то серьезных недостатков в изготовлении сейчас главное чтобы сталь не подвела ну и все будет в порядке ну хотя я думаю что в принципе обычную аус 8 на 56 думаю что тут ближе к 56 единицам порог вы я думаю закалить правильно ее не так уж и сложно все таки обычная сталь не порошок какой-то там ну надеюсь что стермичка стали все будет хорошо ладно друзья на этом я с вами прощаюсь желаю вам всех благ всего наилучшего спасибо за внимания и до свидания